Воскресный вечер в библиотеке был отмечен приездом особого гостя – историка, телеведущего, автора исторической программы о русской цивилизации «Кто мы?» Феликса Разумовского. Видновчане с радостью встретили любимого автора и с удовольствием приняли участие в его творческом вечере. Все подробности через секунду. Цикл документальных исторических фильмов под общим названием «Кто мы?» уже почти два десятка лет. С 1997 года он выходит на телеканале «Культура». Ведущий передачей Феликс Разумовский говорит с нами о прошлом, о событиях русской истории, как о малоизвестных, так и о самых исследованных. За эти годы у программы появилось много поклонников, которые с удовольствием приходят на встречи с автором. На днях в Центральной библиотеке состоялась одна из них. Темой творческого вечера стали размышления о России. У России есть свои особенности. У неё есть свои болезни. Очень такие серьёзные, судя по современной жизни. У неё есть колоссальный такой запас прочности и те реальные традиции, которые можно использовать в жизни. Беседуя с телеведущим, библиограф Марина Николаевская затрагивала различные темы о книгах автора, о программе «Кто мы?», об отклике зрителей. Очень важна для меня здесь такая обратная связь. Люди же смотрят, по крайней мере иногда, то, что я делаю на канале «Культура». И вот что у них в связи с этим рождается, может быть, мне послушать гораздо важнее, чем что-то самому сказать. Приятно отметить, что рассказывая об исторических фактах, делясь их осмыслением, автор не навязывает своей точки зрения. Он втягивает слушателя в процесс поиска ответов на вопросы о русской истории, о судьбе народа. Феликс Разумовский привёл в пример фразу из советского кинофильма «Александр Невский». «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет». Александр Невский таких слов никогда не произносил, потому что вообще-то ездил в Орду, был татарским данником. И даже возглавил карательный поход татарских сил на русскую землю. Вот в его истории было и такое. Это не значит, что он не является благоверным князем. Наоборот, его подвиг гораздо важнее и значительнее, чем нам кажется. А говорил он всего одну фразу – не в силе Бога, а в правде. Телеведущий в своих программах и книгах представляет научно обоснованные факты, показывает связь прошлого с настоящим. Все мы в целом – это Россия, которую нам никак нельзя потерять, а надо, напротив, найти. Лариса Вольнова и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ.